ДУХОВНЫЙ ХАЙТЕК Основная тенденция нашего времени есть одухотворение материи и рационализация Духа. Те же два, восходящий и нисходящий, треугольники треугольника Звезды Давида. Процесс одухотворения материи, процесс освящения материи, начатый и поддерживаемый евреями на протяжении всей истории, дает сегодня плоды в наиболее перспективных направлениях науки и бизнеса. «Унные ткани» — материя, чуткая к изменениям в организме и даже психике человека, нанотехнологии, биотехнологии, экоэнергетика и т.п. Встречный процесс рационального постижения духовных законов, процесс, начатый и ведомый еврейской кабалой, дает сегодня плоды в буме исследований скрытых сил сознания и психической энергии. «Духовный опыт Израиля должен уберечь человечество от злоупотребления открывающимися возможностями, от превращения каждого из этих двух треугольников в кавычках, в культ и привести мир к их подлинному синтезу и приложению к главному, не к материи и не к психике, а к социуму». Да, революционные прорывы в науке таят опасность вновь сделать ее культом. «Новая иллюзия Переса». Нанотехнологии спасут Ближний Восток именно из этой оперы. «Израиль, может, и должен быть одним из лидеров в науке, но знание — не панацея. Оно, в отличие от мудрости, не дает человеку главного — счастья от проживания, наполненной смыслом жизни. Открыв атомную энергию и генную инженерию, силы, способные на массовое уничтожение и массовое творение жизни, человек вступает на территорию Всевышнего. В качестве кого? В качестве сотворца, которого приблизят, или взломщика, которого покарают. Как будет использовано это знание, зависит от мудрости. Мудрость — это то главное, что Израиль даст миру, покажет правильный путь, дао, дхарму, галаху, в общественной жизни, в политике внутренней и внешней. Новый Израиль станет светом миру не благодаря своим научным открытиям, не благодаря художественному или техническому творчеству, а благодаря творчеству социальному. Искусство и наука — дело индивидуальное, социальная жизнь — дело всех. Бог, или, если угодно, атеистам логика эволюции, хочет, чтобы святыми, находящимися в гармонии с универсальными духовными законами, становились все более сложные системы. Человеческий социум — самая сложная система. Чтобы осветить социум, необходимо, чтобы новое, интегральное сознание постепенно овладело всем миром. Для этого сначала им должен овладеть один народ. Критерий овладения новым сознанием — выработка всем народом целиком и осознанно такой формы государства управления, при которой граждане перестают быть манипулируемыми винтиками и становятся интегральными частями живого социального организма. Если народы мира увидят, как живут евреи и скажут «Да, мы хотим так жить», то через свое подражание мудрости Израиля в социальном и политическом устройстве они придут к желанию перенять и духовную мудрость Израиля. Мудрость Торы.